Итак, этот мастер-класс и первое задание будут посвящены созданию брошки из запекаемой полимерной глины с листьями хризантемы и незаменимой осенней атрибутикой зонтом. Как принять участие в марафоне от цернит и что нужно сделать, вы найдете в описании под этим видео. А мы приступаем к созданию броши. Нам понадобится полимерная глина темно-зеленого, желтого, красного и салатового цвета. Размягчаем глину и укладываем в небольшие колбаски, в той последовательности, в которой показано у меня на экране. Скалкой прикатываем и делаем переход цвета из четырех этих разноцветных пластов. Переход цвета можно сделать вручную, а можно сделать с помощью пасты машины. В результате у вас должен получиться вот такой вот четырехцветный пласт. Для того, чтобы создать листочки, мне понадобятся настоящие листья хризантемы либо георгинов. Прикладываем листочек, обязательно его нужно промыть перед тем, как укладывать его на рабочую поверхность глины. Прикатываем листочек скалкой, чтобы вся же листая текстура его отпечаталась на поверхности пластики. Берем скальпель и по контурам листочка начинаем прорезать и формировать уже листья хризантемы из разноцветного пласта глины. Прорезаем все углубления, которые есть в листочке. И когда полностью все прорежем, вынимаем остатки пластики, снимаем живой листочек с поверхности, листика из пластики, убираем все излишки пластики, которые у нас могли остаться или образоваться внутри листочка. И вот таких листочков нам нужно будет сформировать четыре штуки. Как видите, все листочки разных размеров и разного оттенка. Теперь мы берем пласт с переходом цвета, вы можете создать его из любой пластики. Очень-очень тонкий раскатываете на толщине, которая чуть-чуть меньше 1 мм. И сейчас с помощью лезвия делаем такую достаточно большую трапецию. Теперь нам понадобится волнистое лезвие, чтобы краешек зондика напоминал ткань. С помощью волнистого лезвия делаем зубчатый краешек с одной стороны трапеции, со стороны широкой части. С другой стороны трапецию подрезаем так, чтобы высота будущего зонтика, высота этого пласта у вас была 5 см. Ну а теперь делаем складочки. Нужно сделать будет 5 крупных складочек, которые в нижней части зонтика, та, которая светлая у меня, встречаются, соединяются и даже друг к другу прилипают достаточно плотно. Как я уже сказала, нужно будет сделать 5 довольно крупных складок и оформить заднюю сторону зонтика. Острые, длинные, с правой и с левой стороны пласты, которые остаются, нужно будет завернуть с обратной стороны, словно зонтик у нас прикрыт. Хвостик зонтика чуть-чуть заузить, он нам нужен узенький, как у настоящего зонта. И заднюю часть подрезать тем же волнистым лезвием по уровню передних складок. Ну а дальше нам нужно будет в верхней части зонтика чуть выше серединки сузить его и подрезать хвостик для того, чтобы он был ровный. Узкий тонкий хвостик с обратной стороны, там где нагромождение пластики, в этой узкой части носика, я предлагаю тоже подрезать глину, чтобы сделать максимально тоненьким носик. В верхней части, чуть выше серединки, там где у нас узкая часть, необходимо сделать ленточку из полимерной глины, полосочку добавить, которая будет создавать видимость закрытого зонтика. Дальше из пластики черного цвета мы формируем трость, ручку для нашего зонтика, ручка будет спрятаться между складками, посерединке ее укладываете. И конечно не забудьте придать изгиб ручке, как у настоящего зонта. И нужно будет из той же черной пластики сделать маленький узенький носик для нашего зонта. Ну и чтобы этот носик держался, предлагаю маленькой ленточкой, можно того же розового цвета, сделать окантовочку. Тогда и носик будет аккуратнее выглядеть, и вот этот черный узкий нос мы закрепим, и он будет максимально надежно крепиться уже к вашему зонту. Все, что лишнее с обратной стороны, обязательно подрезайте лезвием. Зонтик готов, теперь формируем саму брошку. Начинаем собирать с самого крупного листика, и листики среднего размера укладываем по сторонам от центрального крупного листика. Сильно не прижимайте листики друг к другу, для того, чтобы создавался объем. Затем между средними листочками мы укладываем зонтик, и самый маленький листочек у нас придерживает зонтик с нижней стороны, и завершает всю композицию. Ну а чтобы листочки не выглядели такими пресными, я предлагаю сделать маленькие ягодки рябины из красной либо оранжевой пластики. Обязательно с тупой стороной, я в данном случае скальпелем работаю, сделайте насечки в центральной точке вашей ягоды. И вот такие вот ягодки укладывайте на листочках, в той последовательности, в которой вам понравится. Ягодки старайтесь, чтобы были разные по размеру и лучше по цвету, то есть от красного до оранжевого цвета. И с правой и с левой стороны от зонта укладывайте ягодки. С одной стороны пустик будет больше, с другой стороны можно обойтись всего лишь двумя небольшими ягодками. Ставим заготовку брошки в духовой шкаф. Время запекания 30 минут, температура 130 градусов. И для того, чтобы ручка зонтика не опадала, а стояла вертикально, я предлагаю перед запеканием подложить кусочек губки под черную ручку зонта. После обжига предлагаю верхней части зонтика, там где мы обрезали волнистым лезвием, белой акриловой краской поставить маленькие круглые точечки. Это будет такой небольшой декор, небольшой рисунок на зонтике. Только верхней части по всему периметру поставьте маленькие белые горошинки. И там где застежечка, на самой нежно-розовой застежке тоже поставьте белой акриловой краской точки. И для того, чтобы контур был более такой ограниченный, я предлагаю еще взять зубочистку и зубочисткой прорисовать окантовку по всему зубчатому краю зонтика. Темно-зеленой акриловой краской можно слегка тонировать верхушку листьев, по желанию. С обратной стороны приклеиваем металлическую основу. Для этого я использую клей Е6000. Вы можете использовать абсолютно любой клей, которому вы доверяете. Ну и конечно, акриловую краску нужно защитить лаком. Я использую лак аэрозольный Дарви матовый и несколькими нажатиями на кнопку баллончика я распыляю лак по всей поверхности брошки. Даем подсохнуть и любуемся результатом. Это первое задание марафона. На следующей неделе вы получите второе задание. Ну а пока у вас есть ровно 7 дней для выполнения этого задания. Все подробности марафона в описании под этим видео и на страничке в инстаграме. Субтитры сделал DimaTorzok